С вами Новости 24, мы в прямом эфире. Я Максим Апарин и мои коллеги-корреспонденты РЕН-ТВ Архангельс готовы рассказать вам о самых интересных событиях в области к этой минуте. Смотрите в первой части выпуска. О проблемах подростков Юлия Пономарева узнала подробности. Итак, сегодня исполнилось пять лет со дня ухода из жизни Анатолия Ефремова. Он был одним из самых ярких руководителей региона. Область Ефремов возглавлял в непростые годы с 96 по 2004. О человеке, который сумел заглянуть в будущее родного края и заложить многие проекты, реализация которых началась только сейчас в репортаже Сергея Томилова. Сегодня ровно пять лет, как нет с нами Анатолия Ефремова, человека-легенды, истинного помора, настоящего народного губернатора. Несмотря на морозное утро около дома, где он жил на набережной Северной Двины, а затем у могилы на Вологодском кладбище, десятки людей собрались почтить память экс-губернатора. Это не только родственники, но и ближайшие друзья и коллеги Анатолия Ефремова. Яркий внешне, это высокий, яркий человек и яркий, очень яркий своим характером. Вот в нужное время он оказался человеком, который нужен был всем жителям Архангельской области. Он всегда говорил правду, он не боялся встреч с людьми. Он очень любил наш Северный край, он любил людей. Понимаете, он никогда не кичился, приезжая в любой населенный пункт, встретиться с очень пожилыми людьми, с детьми, пообщаться. Вот какие есть претензии. Он учил нас, не бронзовейте, сидя у себя в кабинетах. И вот вы понимаете, это тоже прошло на всю жизнь через нас. Многим жителям Архангельской области Анатолий Ефремов запомнился как человек, который видел на многие годы вперед. Именно при нем были заложены проекты, которые в непростые 90-е казались несбыточными фантазиями. Недолгие 8 лет, когда Анатолий Антонович был губернатором, называют Ефремовской эпохой. Это были непростые для страны годы экономической депрессии. Ефремову удалось реализовать многие амбициозные проекты, но, увы, еще больше остались только в планах. Именно при Анатолии Ефремове началась разработка добычи алмазов строительства газопровода Нюксеница-Архангельск. Трасса М8 стала федеральной. При Ефремове педагогические, лесотехнические и медицинские институты стали университетами, что способствовало развитию науки на Европейском Севере. Развитие туризма в крае с легкой руки Ефремова приобрело международные масштабы. Именно при Анатолии Антоновиче появился и укоренился бренд «Поморье». Ефремов родил из-за межкультурной и экономической связи с соседями скандинавами. Увы, некоторые его идеи до сих пор остались нереализованными. Например, Белкомор, глубоководный морской порт или проект атомной электростанции. Анатолий Ефремов занимался не только развитием инфраструктуры. Многие архангелогородцы до сих пор с теплотой вспоминают кинофестиваль «Сполохи» или «Созвездие». На них простые архангелогородцы могли запросто подойти к известным киноактерам и взять у них автограф. Или взять, например, хоккейную команду «Водник». Она стала легендой для всего Архангельска. Именно при Ефремове «Водник» взял многочисленные международные и отечественные награды, самые высшие пробы. Кстати говоря, сам Анатолий Антонович сыграл небольшую роль в фильме «Вовочка». Сыграл практически самого себя, обычного мужика, настоящего помора. По воспоминаниям коллег, Ефремова даже не пришлось гримировать. Настолько похож он был на простого жителя северной глубинки. А у нас на поморе рыба меньше тебя. И рыбой-то не зовется. А так малек. А где это поморе? Ну дает. Про Сейшелы слышал, а про поморье нет. Памятные мероприятия в честь Анатолия Ефремова будут продолжаться до окончания года. В гостиных дворах открылась выставка памяти экс-губернатора в школе номер 69, где он учился и которая сейчас носит его имя, откроет Мемориальный музей. В ближайших планах наших коллег-журналистов создание фильма и книги про Анатолия Антоновича. Сергей Томилов, Виктор Еремеев и Алексей Малаковский. Новости 24. Архангельск. И сегодня для разговора в нашу студию мы пригласили близкого друга Анатолия Ефремова, депутата областного собрания Владимира Левачева. Здравствуйте, Владимир Григорьевич. Здравствуйте. Сегодня очень много было сказано про Анатолия Антоновича, как про политика. Хотелось бы с вами поговорить про него, как про человека. Вы были его другом. Вот каким вы его запомнили именно как человека? Я его запомнил. Это вторая сторона, как говорят медали. Это юмор, оптимизм, всегда шутки, прибаутки, рассказы. Он очень интересный рассказчик был. Когда Ефремов появлялся в компании, все сидели раскрыв рот и слушали только его. Не потому, что пришел губернатор, а был в компании именно Анатолий Ефремов. Наверняка он и над вами не раз подшучивал. Было постоянно. В высшей партийной школе было много случаев таких. Расскажите, может. Ну, вы помните, те времена, 80-е, когда, не говоря о конах, в Архангельске даже, ни колбас, ни масла, ни молока, ничего не было. Даже напитков обычных, типа пепси-колы, не было. И когда едешь с Ленинграда, всегда несколько ящиков набираешь, колбасы, там всего-всего, и везешь домой. Обычно полгруппы меня провожало. Как-то раз пошел Ефремов меня провожать. Занесли ящики в вагон. Я смотрю, он разговаривает с проводником. Но я не знал, о чем он говорит. Я ехал до Коныша, 18 часов. Он меня все время переворачивал. Только на живот лягу, он переворачивает, ляжет на спину. И носил чай всю дорогу. А потом я приехал в Архангельск, спрашиваю Анатолия Антоновича, говорю, ты, наверное, что-нибудь подшутил? Он говорит, да. А чего сказал? Он говорит, я сказал, что вот, видишь, серьезный мужик к тебе в вагон сел. Это полковник раненый с Афганистана. Ему на животе спать нельзя. Переворачиваю его постоянно. Вот проводник и переворачивал меня все время. Вот из-за него это были такие шутки, в общем-то, жизненные и постоянно. Ну, у него это в характере, в крови, наверное, было. Он один раз зашел к нам в общежитие. Мы спали все. Он посмотрел, кастрюля стоит пустая, пятилитровая, алюминиевая, с крышкой. Он положил туда наш русский, советский большой будильник, завел на два часа ночи и ушел в свое общежитие. Представляете, в два часа ночи все спят, будильник запрыгал в кастрюле, все соскочили в комнате, не знают, что делать. Это, оказывается, его простые шутки были. До начала интервью вы еще рассказали о приезде посла США в Конышу, если правильно вас понял. И это было по его инициативе тоже сделано. Это был 1998 год. Коныша готовилась к 100-летнему своему юбилею. Я как раз находился в Коныше. Звонит Ефремов и говорит, «Слушай, я к тебе на малую родину привезу посла Америки». Я-то представлял, что такое посла Америки привезти в Конышу. Но у Ефремова характер был такой. Иногда, не знаешь, даже шутит он или говорит всерьез. Трудно было разобраться. По его выражению, там, допустим, интонации не понять было. Но мы, на всякий случай, с главой района подготовили мероприятие, привезли Роберта Аганяна туда, чтобы он сделал сочный армянский шашлык. И народ гуляет. Праздник такой большой. Солнце печет в конце июня 1998 года. Вдруг звонят. Пролетает вертолет к Конышу. Мы приехали на стадион. Выходит Ефремов, губернатор наш. С ним какой-то мужчина лет за 50. Этот мужчина подходит, здоровается по-английски. Говорит, что я Джейнс Коллинс, посол Америки. Вы были с ним дружны. Когда он стал губернатором, он звал вас к себе работать? И как вы отреагировали? Ни для кого не секрет. Он только заступил губернатором. Приехали сразу ко мне. Они вся верхушка власти областной. Убеждали меня, уговаривали. Я сказал, Анатолий Анатольевич, давай мы останемся друзьями. Потому что я знал его характер. Я знал свой характер неуступчивый. Потому что и бизнес, и власть, это там друзей, друзья редко срабатываются. Поэтому я его убедил, чтобы он меня не звал к себе. Мы остаемся друзьями. Я так с ним все время до последних дней был. Последний день до смерти до его я пришел в больницу, но врач меня не пустил к нему. Я говорю, почему вы меня не пускаете? Он говорит, вы знаете, я из добрых побуждений не хочу вас не пускать туда. Потому что в вашей памяти пусть он останется таким, каким он был веселым, добрым, смелым, отчаянным, стремительным. Чем ты сейчас увидишь, когда он был в коме же перед смертью? Я ушел через сутки, а Анатолий Анатольевич умер. Вы заговорили о болезни. Как он ее переживал? Ну, по характеру Ефремова не то, что трудно было определить. Видно было, что он там стесняется, что не такой мощный был. И не сплясать, не спеть, не это самое. У него бывали всякие номера и на табуретку. Он мог запрыгнуть и что-нибудь, какую-то миниатюру исполнить. Он уже, это, конечно, его так угнетало. Но характер у него был очень сильный, и он не показывал виду, что ему тяжело. Я не знаю, знал он или нет, сколько ему времени осталось. Но он мужественно переносил, и он ушел из жизни спокойно. Владимир Григорьевич, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо вам за то, что вы пригласили. Я, Анатолий Анатольевич, могу много говорить, потому что много с ним пережито всяких добрых и славных дел. Спасибо. Это новости 24. Мы продолжаем. Ночные заморозки, перепады температур в дневные часы и частые осадки становятся в это время года главной причиной аварии на дорогах. Но день жестянщика можно предотвратить, если вовремя поменять летнюю резину на зимний вариант. Антон Воробьев расскажет подробнее. Зима, как всегда, наступила неожиданно. Подморозила, и городские улицы превратились в каток. Ужас для водителей и золотая жила для шиномонтажек. В них очереди. Работы в четыре раза больше, чем неделю назад. Ну, все-таки погодные условия уже. Плюсовой температуры не бывает, поэтому уже пора. Ну, а так не боитесь? Скользко, не скользко? Ну, скользко, конечно. Вот поэтому и застраховал себя. Зимнюю резину поставил, чтобы ничего не думать на дороге. Быть спокойным. Автосервисы работают на износ. Для сравнения, летом за смену переобували по четыре машины. А сейчас, как в гонках «Формула-1», полчаса работы и порядок. За смену по 25 машин выходит. Ценник весьма внушительный. Около полутора тысяч. Ну, сейчас в максимальном режиме работаем. То есть, три мастера, иногда четыре мастера. И где-то с девяти до девяти. То есть, по двенадцать часов, как минимум. Вот. Ну, народ переодевается. Рассчителя их взяла как бы с их железных коней. Стараются переедаться вовремя. В общем, от этого зависит безопасность. То есть, ну, времена зимовки на летних колесах уже давно прошла. Горячее время для работы кузовных мастеров. День же сянчика, как говорится в народе, в самом разгаре. Особый спрос у жителей региона сейчас на шпатлевку, покраску и замену кузовных деталей. Да, за последнее время прибыла работа. А когда чаще всего? Когда наступает вообще сезон? С первым, два лета. Ночью наледь, днем оттепель. Опасные дорожные условия и смена стиля вождения не вызвали всплеска аварийности. За 10 октября 41, за субботу 47 и за выходной день воскресенья 35. То есть, в принципе, цифры соответствуют что-летнему периоду, да, бывает летом и повыше уровень ДТП. Слава богу, что наши водители все-таки понимают и нормально оценивают адекватно дорожные условия. Зима еще не пришла, а лето закончилось. Демисезонка. На вторую декаду месяца синоптики предрекают погоду холоднее нормы на 2 градуса. Среднесуточная полградуса. Заморски ночью и оттепель днем. В ближайшие три дня погода существенно не изменится. Ожидаем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедится. Температура в ночные и утренние часы составит 2,7 мороза, днем 0,3 градусов. Зима со снегом наступит в конце октября, опять же, по предварительным данным. Ну а сейчас время переобуть летнюю резину и привыкать к зимним условиям по утрам и летним по вечерам. Осторожно, гололед! Антон Воробьев, Виктор Коноплев и Виктор Еремеев. Новости 24. Архангельск. Теперь о культурных событиях в регионе. В прошедшее воскресенье в кинотеатре «Русь» состоялся закрытый показ короткометражной картины о российской действительности. Фильм называется «Ледышка». Это работа молодого режиссера. Съемки проходили в Архангельске, а в качестве актеров привлекались местные школьники. Монтаж проходил в Лондоне. Картину уже назвали фильмом о России, которую увидят в Англии. Подробности у этой Рималишава. Это дипломная работа молодого режиссера Марии Лойтер. Девушка совсем недавно с отличием закончила обучение в лондонской школе кино и приехала на родину, навестить родных и друзей, а также показать то, над чем сплоченная команда трудилась не одну неделю. Съемки фильма проходили в Архангельске, а монтаж и окончательное сведение – в Англии. Мне почему-то проще этот фильм показывать для иностранной публики, чем для русских, особенно из Архангелогородцев. Потому что там я, может быть, знаю, что для них это все какая-то экзотика, что-то необычное. А здесь я должна быть еще более честной, что ли. Для многих актеров это первый опыт съемок в кино. Ведь в картине задействованы тогда еще простые школьники. Это очень интересно, на самом деле. Первый раз оказаться перед камерой – это сложно. Одновременно волнительно и понимаешь, что вот она, новая ступенька в твоей жизни. Потому что я планировала связать свою жизнь именно с театром, с кино. Действие происходит в самой обычной школе Архангельска. Это история о подростках, о поиске и одиночестве, о дружбе и предательстве. По жанру это скорее психологическая драма с открытым концом. Главная героиня – 14-летняя девушка Аля, которая в этом трудном и несправедливом мире ищет любви и защиты. Ее сыграла уже известная актриса, москвичка Анна Потебня. Очень удачно снята, удачные локации, все очень красиво. И очень хорошая подобрана себе коррекция. В общем, поработали на славу наши партнеры из Лондонской школы кино. Очень довольны этим. 22-минутный фильм «Ледышка» пока еще не пущен в прокат и не был представлен на кинофестивалях. Поэтому и показ был закрытым. В скором времени Мария Лойтер планирует отправить заявки. И кто знает, возможно, еще одна картина о жизни на русском севере получит признание на европейских кинофестивалях. Это Рима Лешава, Юлия Пономарева, Виктор Коноплев. Новости 24. Архангельск. И смотрите далее во второй части выпуска. В областном центре традиционно отмечают день рождения знаменитого органа поморских филармоний и традиционно выступлениями лучших музыкантов. Этно-рок и немного юмора. Новый музыкальный альбом с лимитированным выпуском пластинок презентовала одна из самых загадочных групп области. И испанский учить модно в минувшие выходные в архангельске азы родного языка Дали и Борхеса постигали все желающие. Производство упаковки и этикетки. Дизайн, разработка, печать. Широкие возможности пост-пресс-отделки. Отличные цены. Типография допринт. Звоните 462-461. В октябре дешевле в два раза. Только в модуль мебель. Окна Теплова. Хорошие отзывы. Телефон 62-97-86. Т-компания РЕН-ТВ Архангельс предлагает производство и размещение в эфире информации о ваших товарах и услугах. Мы создадим для вас рекламу, инфографику, презентационные видео и другие медиапродукты. Самый широкий спектр рекламных возможностей и раскрутки. Выгодно и в кратчайшие сроки. Звоните по телефону коммерческой дирекции телеканала, который вы видите на экране. Это новости 24. Мы в прямом эфире продолжаем выпуск. В эти дни в областном центре проходит фестиваль органной музыки «Похвала органу». Это традиционное для архангельска событие. Фестиваль проходит 23-й раз. Приурочен он ко дню рождения единственного в области органа, установленного в 1991 году в Поморской филармонии. Подробнее Марина Меньшикова. Название идеи создания фестиваля принадлежат талантливому музыканту архангелогородцу Виктору Ряхину, который же 14 лет живет в Норвегии. Добрая традиция. Каждый год органист возвращается в родной город отметить день рождения инструменту, с которого все и начиналось. Меня очень привлекает эта мысль показать орган с разных сторон. Вот как композиторы понимали его по-разному, ожидали разного эффекта, разного звучания, разных образов, разных настроений. Я всегда играю довольно необычный материал. Ну, кстати, то, что касается первого отделения, там нет ничего необычного, там довольно много баха. Во втором отделении я играю музыку скандинавскую, я играю мессиана. Виктор Борисович раскрыл еще одну небольшую тайну. Архангельск празднует день рождения своего органа, после которого артиста ждут еще одни именины. В церкви, где играет маэстро, в феврале закончат строительство нового инструмента. И поэтому многое из программы, представленной северным зрителем, предназначено для премьерного исполнения на норвежском брате нашего короля инструментов. Поэтому в ней много религиозных мотивов. Бах, вот в этих маленьких произведениях, был очень интересен, хороший, необычен. А потом пошли уже и Верди, и Янченко. Это вообще было неожиданно. Вот эта Богородица Дева Радуйся, она в ряду Авы Марии, но она была... Она посвящена Степеншу. Да. Органист, который очень любим был всеми нами здесь и скончался ровно год назад. Таким образом, здесь три органиста сошлись вот в этом исполнении. Витя Ряхин, Степенш и Янченко. И это прозвучало настолько сильно, настолько взволнованно. Вообще, эмоции, которые человек испытывает от органа, очень сложно вообще передать. Сложно вот так вот сказать, понравилось, не понравилось, замечательно, классно. То есть, это не вписывается в какое-то определенное одно предложение. Об этом можно писать, об этом можно говорить, наверное, целый час. Впереди еще неделя неповторимых встреч с таким непредсказуемым и волнующим явлением, как органная музыка. Марина Меньшикова, Анна Карелина, Виктор Коноплев. Новости 24, Архангельск. Региональные СМИ проигнорировали тему развития джаза в области. По крайней мере, на пресс-конференции по случаю открытия четвертого джазового фестиваля имени Владимира Резицкого, которая прошла сегодня в областном центре, наша съемочная группа оказалась единственной. Тем не менее, джазмен Тим Дорофеев пресс-конференцию все же провел. Организаторы поделились с нами надеждой, что к самому мероприятию архангелогородцы проявят больше интерес. Фестиваль пройдет в Архангельском городском культурном центре с 17 по 19 октября. В нем примут участие мировые джазмены Владимир Тарасов, Владимир Миллер и Олег Киреев. Отличительная черта джазовых импровизаций в том, что сами организаторы не всегда знают, что произойдет на сцене во время выступления. Будут какие-то проекты, которые... Вообще на наших фестивалях, даже на блюзовых, всегда проекты, которые... Музыканты встречаются, которые никогда даже не подозревали, что они будут играть вместе. И они встречаются, начинают играть, и получается, вот эти новые проекты, может быть, они один раз будут, и все, и больше не будет. А может, будет продолжение. Фестиваль проходит в честь памяти заслуженного артиста России Владимира Резицкого. Он заложил основу традиции архангельского джаза, который стал под ним из бренда в Поморье. Помимо выступления музыкантов, зрители увидят фотовыставку «Авангард», видеоинсталляции и даже детский джаз, где молодые ребята смогут поиграть с именитыми музыкантами. В Архангельске группа «Ягода Гало» презентовала свой новый музыкальный альбом под названием «Луговой мед». Экликтичная музыка и стройный сюжет – это, по словам музыкантов, отличительные стороны новой пластинки Владимира Рычагов о группе и ее творчестве. Одна из, пожалуй, самых загадочных групп региона выпустила свой новый альбом с по-летнему теплым и вкусным названием «Луговой мед». По словам исполнителей, странные песни в нем сочетаются с очень странными. Он состоит из 11 композиций, песен. Это все авторский материал, в отличие от нашего предыдущего альбома, где были народные песни. Здесь в альбоме «Луговой мед» заключена некоторая история, то есть там есть сюжет. Я думаю, что не стоит его обозначать, потому что это будет сбивать слушателей при более плотном ознакомлении с материалом. Альбом был выпущен рекордно маленьким тиражом – всего 100 копий. По словам музыкантов, дисковые носители становятся раритетом и нет смысла печатать музыку на них. Лучше все это выложить в интернет. Вообще стиль группы весьма необычен – это инди, этно и фолк. Как говорят сами участники группы, их творчество – это космос, народная культура, мудрость и ирония песен Белого моря. Мне кажется, мы играем такую же загадочную музыку, как и само название группы. Вдохновляет все. Люди, природа. Жизнь просто вдохновляет. Поморский рок-н-ролл какой-то, наверное. Да. Мы играем какой-то синтез. Не знаю. Где-то написано там магия. Вот может быть что-то из этой серии. Игра группы пробуждает в слушателях редкое чувство сопричастности и внутренней гармонии. Некоторых даже слегка вгоняет в транс. Вероятно, поэтому и зал на концертах всегда полон. Я на концерте «Ягода» была уже не первый раз. Мне нравятся ребята, их стиль. Всегда весело, задорно. И поэтому, когда выбирала, как именно сегодняшний вечер провести, выбрала именно «Ягода голова». Потому что хочется веселья, расслабиться и отдохнуть. Владимир Рычагов, Виктор Еремеев. Новости 24. Архангельск. Продолжаем культурную тему. Испанские ритмы на севере. В минувшие выходные в Архангельске прошли Дни испанской культуры. Все, кто пришел на праздник, смогли поучаствовать в танцевальных мастер-классах, а также получить свой первый урок испанского языка. К культуре сальсы и бачатой приобщилась и наш корреспондент Анна Карелина. Тот, кто считает, что с приходом холодов архангельские жители становятся более замороженными, ошибается. Дни испанской культуры в Архангельске отмечались с размахом и горячо, вооружившись апельсином и парой удобных туфель. В молодежном центре впервые провели подобное мероприятие, которое сразу вызвало интерес у горожан. На втором этаже клуба едва хватило места всем желающим поучаствовать в уроке испанского языка и мастер-классе по сальсе и бачате. Занятия вели носители культуры, которые приехали на север получить знания и так влюбились в его жителей, что остались здесь. Я приехал учиться на химический факультет, в САФУ, который сейчас, в том году, когда я приехал, было САФУ, было АГИТУ. И там познакомились тоже с моей женой, а сейчас я что-то женился, и у меня мальчик, что ребенка, уже у него только 22 сентября, было два года. Вот поэтому я уже здесь занимаю танцы, и вот и с семьей, и все уже в моей жизни находится. Судьба была, что найти здесь мою любовь и жизнь, жить тут. Кроме зажигательных ритмов, зрителям предложили погрузиться в мир испанского языка. Двойняшки Александра и Матео из Колумбии с юмором поведали северянам тонкости произношения, разучили со зрителями основные фразы, необходимые для туристов, и рассказали немного из истории языка, на котором говорит 21 государство мира. Значит, в нашей школе только носители преподают, поэтому люди услышат только настоящую речь, только естественные звуки. То есть этим мы отличаемся, потому что это наш язык, мы не только его знаем, но и чувствуем его. Все навыки участники праздника смогли получить абсолютно бесплатно. Организаторы говорят, что подобный проект показал высокую заинтересованность жителей совсем разных возрастов. А это значит, что он продолжится, и подобные мероприятия будут повторяться еще не один раз. Анна Карелина, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск. И напоследок еще несколько фрагментов с презентации нового альбома группы «Ягода Голова». Слушаем. Далее рекламный блок и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Далее рекламный блок и прогноз погоды. Мы знаем, как вы любите спорт и активный отдых. Поэтому верим, что вы полюбите и нас за большой выбор спортивных товаров и привлекательные цены. Спортмастер открывает двери всем жителям Архангельска 18 октября. Специальные цены в честь открытия. Спортмастер. ДРЦ. Европарк. В октябре дешевле в два раза. Только в модуль мебель. Окна Теплова. Качественная установка окон. Телефон 62 97 86. С 5 по 7 декабря 2014 года в Архангельске пройдет 4-й международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня». Тема фестиваля «Вместе в будущее». Работы на конкурс принимаются до 20 ноября. Положение на сайте fbereginia.com и pomorfilm.ru. Фестиваль проходит при поддержке правительства Архангельской области. Компания РЕН-ТВ Архангельс предлагает производство и размещение в эфире информации о ваших товарах и услугах. Мы создадим для вас рекламу, инфографику, презентационные видео и другие медиапродукты. Самый широкий спектр рекламных возможностей и раскрутки. Выгодно и в кратчайшие сроки. Звоните по телефону коммерческой дирекции телеканала, который вы видите на экране. По сообщениям гидрометеоцентра, в предстоящие сутки на территории Архангельской области ожидается мокрый снег. Ветер западных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от 1 до минус 4, днем от минус 2 до 3 тепла. В Котласе переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 7, днем от минус 1 до 2 тепла. В Северодвинске переменная облачность, возможно, пройдет мокрый снег. Ветер западных направлений умеренный. Ночью от 0 до минус 3, днем от 0 до 3 тепла. В столице региона переменная облачность, возможно, пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы от минус 1 до минус 4, днем от минус 1 до 2 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Тип погоды второй благоприятный. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этой минуте. Далее в эфире новости 24 федеральная информационный день. Завтра мы начнем, как обычно, в 12.30. Так что не пропустите. Хорошего вечера. Телефон информационной редакции РЕН-ТВ Архангельск 639-634.